Всем привет в этом ролике, я расскажу кто такой Слендермен, но перед началом ролика попрошу подписаться вас на мой канал, спасибо за внимание, ну а мы начинаем Тонкий Человек был создан в результате конкурса Create Paranormal Images, проведенного на форуме Самсин Кофу в июне 2009 года, участникам предлагалось с помощью графического редактора добавлять на обычные фотографии какие-либо сверхъестественные и пугающие детали. 10 июня 2009 года пользователь форума под псевдонимом Виктор Сеордж, согласно титрам игры Сленда, The Arrival, его настоящее имя, Эрик Кнутсон, опубликовал в рамках конкурса два черно-белых фотомонтажа с изображением вымышленного персонажа, преследующего группу детей, присвоил ему прозвище Тонкий Человек и сопроводил их следующим текстом 2. Мы не хотели идти, не хотели убивать их, но его упорное молчание и вытянутые руки одновременно пугали и успокаивали нас. 1983 год, фотограф неизвестен, считается погибшим. Оригинальный текст, Англ. We didn't want to go, we didn't want to kill them, but it's persistent silence and outstretched arms horrified and comforted us at the same time. 1983, фотографа unknown, presumed dead. Одна из двух фотографий, уцелевших при пожаре городской библиотеки Стирлинга. Примечательной датой, днем исчезновения 14 детей и объектом, получившим название Тонкий Человек. Официальные лица объясняют искаженные пропорции дефектами пленки. Пожар в библиотеке произошел неделю спустя. Сами фотографии конфискованы как вещественные доказательства. 1986 год, фотограф Мэри Томас, пропала без вести 13 июня 1986 года. One of two recovered photographs from the Stirling City Library place. Notable for being taken the day which 14 children vanished and for what is referred to as the slender man. Deformity cited as film defects by officials. Fire at library occurred one week later. Actual photograph confiscated as evidence. 1986, фотографа, Мэри Томас, missing since you in 13th, 1986. В теме Create Paranormal Images фотографии тонкого человека произвели фурор, и Виктор Сиордш продолжил тему, добавив другие фото, полицейский отчет и даже несколько детских рисунков. Некоторые пользователи тоже решили внести свой вклад, выложив собственные монтажи и вымышленные истории. Данная традиция постепенно распространилась за пределы самсинкофул, и в интернете тонкий человек довольно быстро стал очень популярен. Виктор Сиордш подчеркивал, что образ тонкого человека полностью выдуман им, и отмечал, что использовал для фотомонтажей образ высокого человека из фильма «Фантазм» 1979, а также взятые из сети фотографии мужчин в строгих костюмах 2. Существует много похожих на тонкого человека персонажей, на парапоне, жердяя, персонажа славянской мифологии, си-ущество, палочник, из видеостейшн 922. МВ, Кабадат, Англ. Кабадат, из игровой серии Час Митас, Дьявол в рассказе Стивена Кинга Человек в черном костюме или Тонкие люди в рассказе Брайана Ламли Тонкие, пришельцы из эпизода Тишина сериала. Всем спасибо за просмотр, всем пока.